Друзья, всем привет! На связи Панасюк Николай. Рад вас приветствовать на нашем YouTube-канале. Сегодня мы поговорим о дефиците магния, потому что, возможно, ваше депрессивное состояние, перепады настроения в течение всего дня и отсутствие энергии связаны как раз-таки с дефицитом магния. Давайте с вами разбираться. Во-первых, конечно же, в самом начале я проговорю самую внешнюю симптоматику, потому что внешняя симптоматика – это как самый ранний звоночек того, что что-то происходит в нашем организме, потому что даже анализы иногда запаздывают от внешней симптоматики. Какая может быть внешняя симптоматика дефицита магния? Это отсутствие энергии в течение всего дня и состояние «утром встал, уже устал», потому что магний участвует как раз-таки в выработке энергии в нашем организме. Второе – это депрессивное состояние, потому что магний напрямую влияет на работу нашей центральной нервной системы и помогает в передаче наших импульсов, тем самым препятствует возникновение большого количества стрессов в нашем организме, и в том числе, кстати говоря, как он влияет на стрессы через поддержку наших надпочечников. Как вы знаете, что наши надпочечники вырабатывают гормон кортизол, и для того, чтобы поддержать работу надпочечников, необходим магний. Если у человека постоянно какое-то состояние дискомфорта, что-то перепады настроения, какой-то вообще упадок сил, то это может быть как раз-таки взаимосвязано с состоянием надпочечников, и параллельно еще магний влияет на центральную нервную систему. Поэтому дефицит магния равно отвратительное состояние психоэмоциональное. Третья внешняя симптоматика – это проблема желудочно-кишечного тракта, в особенности это запоры. Очень часто при дефиците определенной формы магния, про которую я расскажу чуть дальше, возникают проблемы с опражнением кишечника, в простонародье называется запоры. Очень важно понимать, что запоры – это не когда ты один раз в 7 дней сходил в туалет, это там запоры. Нет, если реже одного раза в день, это уже есть запоры. Одной из самых главных причин как раз-таки это может быть дефицит магния. Четвертый симптом – это проблемы с сердцем. Миокард – это сердечная мышца. Она очень сильно взаимосвязана как раз-таки, как и любая мышца в нашем организме. От наличия в сыворотке крови магния будет дефицит магния, мышца будет работать на износ. Именно поэтому очень важно восполнять магний. И если уже возникает аритмия, брадикардия, тахикардия, различные проблемы с сердцем, это одна из причин как раз-таки проблем с дефицитом магния. Магния участвует в более чем 400 биохимических процессах наших организмов, которые необходимы для нашего функционирования. То есть простым языком, чтобы мы существовали с вами. Как происходит дефицит магния? Например, при поддержании наших надпочечников необходим магний. То есть это условно как машина, в которую нужно постоянно заправлять бензин. Как только ты перестанешь заправлять в машину бензин, она перестанет ехать. Так же как у машины есть определенный расход, который ей нужно проехать 100 километров, так же и у вашего организма есть определенный расход магния в течение всего дня. И он составляет как раз-таки 300-500 миллиграмм магния. Это то есть минимальная дозировка, которая необходима для восполнения как раз-таки нашим организмом. То есть чтобы просто организм правильно существовал. Самые распространенные источники из продуктов питания, откуда мы получаем магний, это, например, орехи, это, например, зелень, это, например, рыба. Когда человек сдает анализы крови, то он может понять, а сколько точно у него магния в сыворотке крови. Оптимальный показатель в сыворотке крови является 0,9 миллимоль на литр. Это самая нижняя граница, ниже которой я вам не рекомендую опускаться. Если человек опускается ниже этой границы, как раз-таки очень сильно может нагружаться неокард, сердечная мышца. Очень сильно могут быть рано или поздно проблемы с желудочным кишечным трактом, запоры. Могут быть психоэмоциональные перепады настроения, отсутствие сил и энергии. И при этом же в целом даже когнитивные функции мозга, то есть глобально мозг будет плохо думать, если будет дефицит магния. Почему я говорю про анализы крови? Потому что хорошо, мы поели рыбу, мы узнали, что там магний, магний вроде полезен, мы начали есть рыбу. Как понять, достаточное количество этого магния я сегодня получил? А завтра? А послезавтра? А через месяц? И вот для этого я всегда рекомендую хотя бы раз в два, в три месяца сдавать анализы, чтобы понять, а что в моем организме происходит. Потому что именно от этого вы будете понимать, все хорошо у вас с магнием или все-таки недостаточно вашему организму. Магний – это не единственный показатель, который нужно отслеживать в анализе крови, потому что есть еще несколько важных показателей, и всех их нужно отслеживать комплексно. Только тогда вы сможете понимать, будет ли ваш организм через месяц, через два месяца здоров, стройный, энергичный, с хорошим какающим желудочно-кишечным трактом, либо не будет. И для того, чтобы понять, а какие еще несколько важных показателей нужно сдавать, можете зарегистрироваться абсолютно бесплатно на трехдневный марафон, где мы в том числе разбираем анализы крови, как работает желудочно-кишечный тракт, как избавиться от состояния утром встал, уже устал, и какие еще витамины помогают нам качественно с вами жить. Ссылка на этот трехдневный марафон внизу в описании к этому видео. Регистрируйтесь прямо сейчас. Строго говоря, если я буду есть рыбу каждый день, таблетки можно не убить, да? Не факт. У тебя в рыбе примерно содержится 50-70 миллиграмм магния на 100 грамм. Посчитай, сколько тебе нужно, чтобы добрать 300 миллиграмм. 400-500 грамм. Ну, много. То есть, ну, понятно, что ты же не только рыбу ешь, у тебя еще из других источников поступает, там, в маленьких количествах, поэтому там, типа, 200 грамм. Ну, то есть, люди вообще плохо питаются. Давай вот начнем с этого. И так возникает дефицит магния. Питание отвратительно. Большое количество углеводов, малое количество белков, жиров. Само качество продуктов ухудшилось в разы. Вот я приводил статистику всегда эту на мероприятиях, что вот есть 100% витаминов, которые тебе нужны. Мне нужны, тебе нужны, всем нужны. Раньше, чтобы нам восполнить, нам нужно было потреблять примерно 2-2,5 тысячи калорий. Именно поэтому, если перевернуть любые комплексные витамины, там будет написано RDA 2000 калорий. То есть, это суточная норма витаминов, которая тебе нужна на 2000 калорий. То есть, глобально. У тебя есть, например, 600 единиц витамина D. Это твоя якобы суточная норма. Это было, например, 30-40 лет назад. А сейчас, чтобы потребить эти же 100% витаминов, как ты думаешь, сколько можно калорий съесть? Из-за ухудшения качества продуктов, из-за в целом пищевых привычек, изменившихся... 6 тысяч калорий. Это очень много. То есть, ты бонусом получишь оживление. Мы с вами проговорили, откуда брать магний из продуктов питания. Но давайте с вами посчитаем. В 100 граммах рыбы очень абстрактно, потому что где-то есть 30-50 миллиграмм, где-то есть 100 миллиграмм магния. Давайте в среднем возьмем цифру 70 миллиграмм. То есть, в 100 граммах рыбы содержится 70 миллиграмм магния. Мы с вами в самом начале определили, что минимальная норма, которая нужна для нашего организма, это 300 миллиграмм. То есть, получается, что нужно минимум 400 грамм рыбы каждый день для того, чтобы восполнить магний. Не, я столько не съем. То есть, это очень большая дозировка. Понятно, что вы параллельно еще будете добавлять другие продукты, где есть магний. Но все равно для того, чтобы добрать даже минимальную дозировку, а минимальная, кстати говоря, не равно восполняющая дозировка на всякий случай. И мы это, кстати, тоже на мероприятии говорим. Как раз-таки нужно иметь какие-то дополнительные нутрицептики и так далее. Хотим мы с вами этого или нет, еще раз говорю, вы можете мне не верить, просто сдать анализы и посмотреть на свою кровь. Там не я буду говорить, там показатели анализа говорят. Просто по моей практике через меня проходят тысячи людей. Я знаю, что у 99% людей есть дефицит магния. Это факт. Необходимы дополнительные нутрицептики, витамины, которые мы с вами можем дополнить свой рацион. И это не магнелис, и это не магний В6. Сейчас объясню почему. Многим людям, скорее всего, врач прописывал, терапевт, вот у меня что-то депрессивное состояние, плохо со сном. И вам, возможно, посоветовали магнелис либо магний В6. Почему я против этих двух вещей? Потому что есть синтетическая форма магния, а есть органическая форма магния. Вот синтетическая форма магния, это форма, например, оксиды, сульфаты, из чего как раз-таки магнелис состоит. Есть органическая, это, например, цитрат или малат. Так и будет написано. Магний, малат, магний, цитрат. Организм более склонен усваивать эту форму магния, тем самым мы больше воспринимаем из этих нутрицептиков, следовательно, больше даем пользу для своего организма. Дефицит магния – это очень распространенная история, и у 99% людей, живущих в том числе в России, есть дефицит магния. Он принимает участие в более чем 400 биохимических процессах в нашем организме, то есть практически в каждом, который есть в нашем организме, для того, чтобы поддерживать в целом наше здоровье, хороший внешний вид, самочувствие и так далее. Если будет дефицит, расстройство сна, плохое настроение в течение всего дня, перепад энергии, состояние утром стал уже устал, проблемы с сердцем, запоры – это самые распространенные внешние симптоматики. И для того, чтобы восполнить, недостаточно только продуктов, в некоторых случаях нужно дополнить нутрицептиками. Самые хорошие органические формы магния – это цитрат плюс малат. И, конечно же, чтобы определить дефицит магния, нужно что сделать? Правильно, дать анализы крови, про то, что мы очень много говорим. Напишите в комментариях, какие витамины вы принимаете, и как давно, и какие есть от этого эффекты. Напишите прямо сейчас внизу, мне интересно почитать. На многие из них я отвечаю, интересно будет пообщаться. С вами был Панасюк Николай, ставьте лайк этому видео, если было полезно. Следите за своим здоровьем и за нашим YouTube-каналом. До встречи в следующем видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok